Всем привет! Я Виктор Стельмах и это мой видеоблог Стельмах про авто. Я рассказываю здесь о том, чего вы не узнаете из официальных релизов автомобильных производителей. Сегодня я вам расскажу о новом 1.6 литровом 160 сильном дизеле Opel с двумя турбинами. Покажу как выглядел первый универсал Opel, который назывался Opel Kadett и который появился в 1963 году. Потому что новое поколение Opel Astra Sports Tourer, это уже десятое поколение универсалов Opel. Вас ничего не смущает в этом словосочетании Sports Tourer, спортивный универсал? Я имею ввиду слово спорт. Но о спорте мы еще поговорим. Давайте сначала поговорим об универсалах. За что мы любим универсалы? Мы любим универсалы за практичность и за объем. За что мы не любим универсалы? Мы не любим универсалы. За то, что на них трудно парковаться в городе и за то, что обычно у них достаточно скучная езда. Именно это я и собираюсь проверить в Португалии на тесте нового Opel Astra Sports Tourer. Что касается простора, то в новой Astra Sports Tourer простора достаточно. Багажник по сравнению с предыдущим поколением, а это десятое поколение Astra Sports Tourer стал больше примерно на 80 литров. И теперь у него огромнейший объем 1630 литров. То есть сюда можно положить все, что вы захотите. В новом Opel Astra Sports Tourer багажник открывается взмахом ноги. Вот я подошел, взмахнул и ничего не происходит. Взмахнул. О, сработал. Но самое интересное, что он еще должен и закрываться взмахом ноги. Вот я подошел опять, взмахнул, пока ничего не... О, сработало. Закрывается. Система, между прочим, называется Сезам. Откройся, Сезам, закройся. Сезам. А вот это первый Opel Kadett A. Караван 1963 года. С этого универсала началась родословная всех Opel в кузове универсал. И новый Opel Astra Sport Tourer это уже десятое поколение универсалов Opel. Надо сказать, что по сравнению с этим старичком, конечно, новый Sport Tourer выглядит почти как космический корабль. но и старичок выглядит еще достаточно бодро. В салоне, конечно, все простенько, но достаточно симпатично. Места сзади, конечно, не так много. Да, новый Opel Astra Sport Tourer. Или по-нашему, по-простому, Astra Universal. А в Европе такие машины называют компакт-вагон. Ну а вот сколько места сзади под настроенным под меня водительским креслом. Вот, фактически, ширина ладони до коленей помещается. Сзади места достаточно много. Парковаться удобно. Камера работает хорошо. Ага, вот и направляющая есть. Все понятно. Здорово. Специально притормозил, там были эти радарчики. Пришлось броситься на 100 км в час. Но если говорить о спорте, то, конечно, только с мотором 1.6, дизельным, с двумя турбинами, мощностью 160 лошадиных сил, можно сказать пару слов о спорте. С остальными моторами? Вряд ли. Стой мы готовы! Подписывайтесь на мой видеоблог, читайте мои тесты на автоконсалтинге и слушайте мою программу «Стель Магдас Авто» на Радио Вести. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!